Высказывайте своё мнение, кто участвует в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. В эфире, как обычно, по вторникам. В своё обычное время, 5.30 вечера. Неполиткорректное шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий, Анатолий Червец. Как всегда, участники все вы, которые наберёте номер телефона 847-400-5200. Вы нас можете слышать на нашей веб-страничке radio-nvc.com, также на нашей фейсбук-страничке radio-nvc и на нашем ютуб-канале radio-nvc. Зайдя на нашу ютуб-страничку, пожалуйста, нажмите кнопочку «Зарегистрироваться» или «Сабскрайб». Это для нас очень важно. Ну и, конечно же, будем общаться. Там вы найдёте наш живой чат. Вот, поэтому добро пожаловать. Ну, а теперь давайте немножко поговорим о сравнении двух штатов. Сегодня я бы хотел сравнить наш многострадальный штат Иллиной с процветающим штатом Техас, в котором... Ну, сейчас я вам расскажу, что происходит в штате Техас. Но для начала хотел бы сказать. Вот, пожалуйста, всем тем, которые говорят, что демократы – это лучше, чем республиканцы. Ну, вот давайте возьмём пару примеров. Значит, такой штат, как Техас, в котором, как они его называют, «deep red» или такой тёмно-красный. Почему? Потому что это всегда был, есть и будет республиканский штат, в котором есть не только губернатор-республиканец, но и сенатор, и представители в Нижней палате. Ну, сенатора от штата Техаса, по крайней мере, одного из них мы хорошо знаем, это Тед Круз. А вот губернатор – интересная вещь. Значит, вот вам для сравнения провожу параллели между нашим штатом глубоко демократическим, но только по признаку своего правительства. Ни в коем случае, конечно же, у нас в штате демократии и не пахло, и никогда, наверное, до тех пор, пока у власти такие, как Мэдиган, Притцкер, ну, вряд ли у нас что-нибудь получится. Тем не менее. Вот, смотрите, в нашем штате, причем штат довольно-таки большой по своему размеру, в штате находится один из пяти самых крупных городов нашей страны Америки, город Чикаго. Штат, который всегда отличался, во-первых, своей индустрией, во-вторых, своим сельским хозяйством, производством зерна, производством мяса и так далее. То есть, по идее, штат не бедный, но, к сожалению, к нашему великому, нашим штатам правят абсолютно коррумпированные люди, которые даже на секунду не задумываются о том, что будет с населением нашего штата. То есть, они чисто, как говорится, занимаются распилом казны и самообогащением. И благодаря этому, или из-за этого, во-первых, у нас в штате сумасшедший дефицит. Дефицит бюджета, дефицит штатовского бюджета, дефицит городского бюджета в городе Чикаго, дефицит графского бюджета, графства Кук-Каунти. То есть, куда ни посмотришь, одни дефициты. Это при том, что, в принципе, у нас, ну, в штате или в наших северных его пригородах живут довольно небедные люди. Я имею в виду наш Норршор, так называемый. Это и Вилмет, и Венетка, и Кеннелворс, и Хайлам Парк, Вейк Форест, ну, и так далее. Конечно же, на Вестсайд, то есть, у нас на западе нашего штата, я имею в виду на западе от города Чикаго, находится очень такой достаточно небедный район, как Оук-Парк, Нейпервелл, Сейн-Чарлз, это районы, где, ну, допустим, Нейпервелл имеет самые высокие налоги в штате. То есть, я это все веду к тому, что в штате есть, я имею в виду, у жителей штата есть деньги. И, казалось бы, ну, при таком, так называемом, изобилии индустрии, компаний, бизнеса, частного, большого, маленького, мы должны были бы жить безбедно, и, в принципе, очень даже неплохо. Тем не менее, в нашем штате правят, как мы уже знаем, профсоюзы. Это профсоюз, самый такой, самый страшный профсоюз, это профсоюз учителей. Потом идет профсоюз, то есть, их тут много, тут профсоюз уборщиков, мусороуборщиков, то есть, профсоюзы, связанные со строительством, профсоюзы, связанные с бизнесом, то есть, куда ни глянь, одни профсоюзы. И, конечно же, эти профсоюзы диктуют нашему правительству, как вести дела в штате, и ни к чему хорошему это не приводит. Отсюда у нас такой сумасшедший дефицит по пенсиям, дефицит больше 250 миллиардов долларов. Это сумасшедший дефицит, который я не представляю себе, как они его собираются понижать. Ну и, кроме этого, у нас вот буквально недавно уже решили, что будут повышать налоги на зарплату, будут повышать налоги на реал-эстейт или на недвижимость, уже повысили в два раза, повысили налог на бензин. В общем, дерут шкуру везде, где можно, и, тем не менее, дефициты сумасшедшие. Это наш штат, управляемый демократической партией. Теперь давайте возьмем три подряд штата. Например, наш ближайший сосед, штат Вискансин, где в свое время губернатор Скотт Уокер принял абсолютно жесткое, абсолютно волевое, я имею в виду в смысле политического, решение. Во-первых, избавить штат от профсоюзов, а во-вторых, начать как-то балансировать бюджет, урезать траты штата и приумножать его богатство. И вот как факт, буквально через 4 года своего правления в штате Вискансин практически наступили ясные деньки. То есть, во-первых, они ушли из дефицита в профицит, они увеличили количество рабочих мест, они увеличили количество открываемых бизнесов, за счет этого были увеличены приход от налогов, деньги не были потрачены на нужды профсоюзов, на их лоббирование. Короче говоря, наш сосед, штат Вискансин, начал процветать до тех пор, пока... Ну, я вам скажу честно, я до сих пор не понимаю, что там произошло. Ну, разве что люди, бежавшие из нашего штата, из штата Иллиной, осели в штате Вискансин, как это, кстати, очень часто делается, бегут из штата Неугодного в штат более благополучный, тем более, что это прямо вот следующая дверь. Но интересная маленькая такая деталь в том, что переехав от наших проблем в штат, где фактически проблем не было, по крайней мере, с бюджетом и с деньгами, они привезли с собой голоса, которыми они голосовали, опять же, за демократов. Почему? Убейте меня, не понимаю. Не могут люди не желать сами себе добра. Не могут. Не могут люди рубить сук, на котором они сидят. Я вам приведу еще 250 разных пословиц того, что происходит в штате Вискансин. Но, тем не менее, каким-то образом это произошло, и опять повысился дефицит в бюджете, и теперь опять там повышаются налоги и так далее. То есть, все то, что происходит, когда у власти стоят демократы. Теперь следующий штат, который можно привести в пример, так же, как штат Вискансин, это штат Огайо. Штат, который в свое время, буквально 10 лет тому назад, может быть, чуть-чуть больше, пребывал в ужаснейшем, в плачевнейшем состоянии. Прошу прощения, язык заплетается. В том смысле, что фабрики стояли закрыты, заводы стояли закрыты, налоги были сумасшедшие, туризм практически в штат Огайо, ну, просто исчез. И я вам скажу честно, я лично испытал это на своем опыте, когда я приехал проведать своего двоюродного брата, который живет в городе Кливленд. Он меня повез показать Кливленд, повез показать близлежащие районы, и я посмотрел, в какой упадок пришли вот эти вот все эрии. Там есть район, вот типа нашего Бафлогров, который называется Солон. Есть там еще один район, который называется Шейкер-Хайтс, чтобы вы поняли, что такое Шейкер-Хайтс. Это вот наша Венетка, Гленко, вот такие же точно раввинцы, то есть вот эти ложбины такие классные, очень красивые, дома стоят в очень зеленых, красивых участках, очень дорогие, живут очень богатые люди, то есть вся элита фактически вот города Кливленд и близлежащих районов. Но тем не менее, когда попадаешь в даунтаун города Кливленд, это было что-то страшное. По дороге в даунтаун видели просто разрушенные заводы, заброшенные, забытые, стоящие, ничего не производящие. В общем, картина была достаточно плачевная, вплоть до того, что единственное более-менее посещаемое место в городе Кливленд, это был, как это сказать, холл славы рок-н-ролл. Не знаю, как это еще сказать. Короче, это музей славы рок-н-ролл. Там находятся очень интересные экспонаты, инструменты разных рок-н-ролльщиков, их записей и так далее. В общем, очень красивое здание, находится прямо на берегу озера, по-моему, Superior. В общем, единственное такое действительно занятое место, причем находится оно буквально рядышком со стадионом Кливленд-Браунс. Это стадион футбольной команды Кливленда, я имею в виду американский футбол, которая на тот момент вообще из себя команда ничего не представляла, поэтому стадионы были пустые. Ну, в общем, короче, город был достаточно в упадке до тех пор, пока ценю, но как губернатор он оказался просто замечательным для штата Огайо. Я говорю о Джане Кейсек, Джан Кейсек. Те, которые следят за политикой, те хорошо знают, что он в шестнадцатом году баллотировался, был одним из претендентов на номинанты на пост президента, вместе с губернатором штата Нью-Джерси, вместе с губернатором штата Флорида, то есть с Джедом Буш, младшей. Вот Джан Кейсек, именно он взял этот штат и превратил его из дефицита и из штата, который просто с упадочной экономикой, он его раскрутил, этот штат расцвел под правительством Джана Кейсека и из пяти миллиардов дефицита Джан Кейсек перевел штат в восемь миллиардов профицита. Тем самым он начал развивать, опять же, эту индустрию, заводы открылись, начали что-то производить, фабрики открылись, магазины открылись, люди начали чаще ездить в этот штат именно по бизнесу, по разным причинам, и, короче, этот штат был полностью раскручен очень здорово республиканцем Джаном Кейсеком. Ну и еще один штат, хотел бы вам про него очень рассказать, это штат Техас. Это штат, который просто меня не перестает удивлять, почему, потому что очень многие из нас, которые, у которых есть родственники, которые уже переехали в штат Техас, либо собираются туда переезжать, и вот почему. Значит, во-первых, в штате Техас нет штатного налога, это тот налог, который в нашем штате постоянно растет. Во-вторых, в штате Техас губернатор этого штата действительно делает все для того, чтобы привлечь туда профессиональных людей, то есть программистов, инженеров, архитекторов, врачей, то есть людей, образованных людей, которые заботятся о своей семье, которые бы хотели хорошо зарабатывать и жить в штате, который не угнетает. Так вот, самое первое, что одно из, вернее, вот буквально недавно, причем, да, самое интересное то, что в штате Техас правительство штата собирается всего-навсего раз в два года, буквально на 140 дней. За эти 140 дней правительство штата решает абсолютно все вопросы на сущее, тем самым абсолютно опустошая корзину проблем и приводя в жизнь те законы, которые помогают этому штату развиваться. Привожу пример. В этом году, именно в 19-м году, штат Техас должен был собрать ассамблею свою штатовскую, где они должны были решить кое-какие вопросы. Если я вам назову количество вопросов, вернее, количество биллов, которые были подписаны не биллов, давайте скажем, билей, то есть предложений на определение закона, которые были подписаны губернатором в этот раз, вот за эти 140 дней, 927 предложений по законодательству. Представляете себе? За 140 дней, то есть это буквально за сколько там, два, сейчас скажем, сколько там, три месяца, четыре месяца, буквально за четыре с половиной месяца, вот за 140 дней были проведены через палату представителей и штатовский сенат и положены на подпись губернатору штата девятьсот двадцать семь предложений, которые, как только их губернатор подписал, превратились в законы. Понимаете, вот это называется, по-моему, я так понимаю, это называется правительство штата, это называется губернатор, это называется бизнес as it should be, вот бизнес, как он должен вестись. Причем, чтобы вы поняли, что там не было таких пустословных билей, там, допустим, один биль был подписан в отношении того, что нельзя умалять достоинства и нельзя дискриминировать по религиозным не признаком, а понятием. Это было принято в ответ на то, что произошло в штате Колорадо и что произошло в штате Орегон. И там, и там, если вы помните, в штате Колорадо судили пекаря, который отказался спечь торт, и, вернее, не так торт, он отказался спечь украшение торта для двух мужчин, которые женились. Он просто отказался по одной простой причине. Он сказал, что он, его религиозные понятия, вера, ему не позволяет это сделать. Он не отказался печь торт, он просто отказался его украсить так, как хотели этого вот эти двое мужчин. хотя они прекрасно понимали и знали, что этот человек очень религиозный, они просто решили доказать, как говорится, свою правоту. Благодаря Верховному суду это не получилось, я имею в виду с их стороны, и Верховный суд фактически признал этого человека правым. причем там Верховный суд никогда не решает понятие виновен невиновен. Верховный суд просто дает постановление о том, что является ли это конституционно, либо нет. Так вот, Верховный суд признал, что это действие со стороны этой пары было неконституционным, но для этого этот несчастный пекарь и его семья потратили сумасшедшую сумму денег, время свое таскание по судам, по апелляционным судам и так далее. Ну и то же самое произошло в штате Орегон, где одна женщина, хозяйка тоже пекарни отказалась печь торт, вернее, украшать торт двум лесбиянкам, и те ее просто затаскали по судам в течение пяти лет или шести лет все это продолжалось, причем суды штата Орегон становились на сторону этих лесбиянок и, короче говоря, это дело дошло до Верховного суда и Верховный суд признал эти действия неконституционными и отослал опять это дело в суды апелляционные суды штата Орегон со своими так сказать советами и предложениями о том, как пересмотреть это дело. Так вот, в связи вот со всеми этими перетрубациями был подписан закон о том, что нельзя воздействовать на хозяевов бизнеса или просто на людей методами не соответствующих этим религиозным понятиям того или иного хозяина бизнеса. Это огромный билл. Второй билл, то же самое в принципе он означал, но это было абсолютно другое, в смысле отдельное дело, все, что касается Chick-fil-A. Мы все знаем, что Chick-fil-A хозяева этой компании это люди очень религиозные, верующие и они верующие вплоть до того, что они считают, что по воскресеньям, хотя они бы могли зарабатывать сумасшедшие деньги в эти дни, что по воскресеньям вся компания, корпорация должна быть закрыта только по одной причине, вы не поверите, по той причине, что воскресенье это день, когда вся семья должна отправляться в церковь. И поэтому эта корпорация решила, что они будут закрыты в этот день для того, чтобы дать возможность своим работникам пойти в церковь, а не заставлять их работать в этот день. Ну, вот это был и такой билл, потом был еще один билл, который полностью отказался от признания штата Техас штатом убежищем, то есть Century State, и точно так же обязал все районы этого штата, города, пригороды и так далее, не имеющими права признавать себя городами убежищами. Дорогие друзья, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся, ну и обсудим еще кое-какие детали. Уважаемые друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами, за то, что нас слушаете и участвуете. Номер телефона в студии 847-400-5200. Ну и для того, чтобы закончить тему о сравнении штатов, значит, в штате Техас, вот самое интересное то, что даже сам губернатор признался в том, что штат Техас всегда был, есть и останется темно-красным штатом, то есть абсолютно республиканским и фактически президенту Трампу уготовлена победа в штате Техас в 2020 году. Ну вот я вам привел примеры штата Техас, штата Огайо, Вискансин, это три республиканских штата и я вам привел наш штат Ильиной в пример как штат, которым управляет демократическая партия и вот вам разница между состояниями этих штатов. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, у меня вопрос. Пожалуйста. В дней 920 законов, 6 законов в день. Даже в России думают с такой скоростью работать не будет. Обсуждение как это? Подписывать вперед? Еще раз. Значит, все, что подписывается, это не значит, что кто-то их придумал и тут же прошли, протащили и тут же подписали. Это то, что произошло за последние 140 дней в штате и Техас. То, что эти били, были приятны. И кто-то готовил заранее. Конечно, конечно. Значит, они работали 140 дней, они сидели вместе, остальное время они работали. Остальное время вы... И я говорю, что 140 дней и пошли пить. Нет, 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 это не наши сенаторы, я имею в виду, это не сенаторы штата Ильиной. Я это понял, Техас вы говорите. Да, да, поэтому там ребята занимаются делом, они работают, они умеют работать, они знают, чего они хотят, и они знают точно, чего они не хотят. Вот это, наверное, самое главное. Они хотят, чтобы люди туда переезжали, и мы видим, эта последовательность очень четко прослеживается. Люди просто валом валят именно в штат Техас. Кроме того, что там тепло, ну, не везде, но в основном в своем. Но, тем не менее, работ валом, новые компании технологические открываются чуть ли не каждый день. Ну, это понятно, это вы немножко пространно говорите, а вот интересно послушать человека оттуда, такой же у него восторг или нет? Я не говорю, что это плохо. Ну, я вам думаю так, что люди, если бы там не было настолько хорошо, таким бы валом туда не валили, а то, что валят, это мы знаем все, то есть возьмите любую, любую. А политика у вас есть, Валя, тысячи человек в месяц, пять тысяч, это как? Знаете что, я вам, давайте сделаем так, я буквально, я постараюсь к завтрашнему дню, если нет, то к четвергу я вам скажу четко, сколько за вот последние, допустим, там, пять лет переехала в штат Техас. Это я вам обещаю. Я понял, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, будьте здоровы, спасибо за звонок. Ну вот, в общем, короче, давайте говорить так, сколько бы не приезжало в штат Техас, это намного больше, чем количество людей, которые просто рвут и мечут переехать в штат или иной. Так что, как бы, то есть, я обещаю вам, я постараюсь эту статистику нарыть, тем более, что не должно так тяжело. Но в отношении, то есть, вы понимаете, что это так называемый паблик рекорд, и им врать по этому поводу просто нет смысла. Почему? Потому что, опять же, это можно абсолютно спокойно найти на любом веб-сайт, техасского правительства и так далее. Поэтому это все абсолютно закономерно, потому что там действительно, там открываются компании, во-первых, туда очень много переезжает компаний именно IT, Information Technology. Туда очень много переезжает фармацевтических компаний. Почему? Потому что это штат, который находится, ну, мы говорим так, на берегу Мексиканского залива, то есть, доступ к воде. Туда переезжают люди, потому что, опять же, нет налога штатовского. Поэтому это не мудрено. Это просто правильное ведение бизнеса в штате и правильное привлечение людей к себе в штат, жителей в штат. А любой человек, который переезжает в этот штат, он переезжает не для того, чтобы стать разносчиком демократических зараз, а для того, чтобы работать, приумножать свое благосостояние и тем самым улучшает, просто улучшает благосостояние штата. Хотя бы тем, что даже при том, что там нет штатных налогов, но все-таки селстек существует и товары покупаются и дома покупаются и строятся и так далее. Ну вот, то есть я вам просто привел, как говорится, для общего развития ситуацию в сравнении. Ну а демократических штатов я могу привести, пожалуйста, посмотрите на Калифорнию, посмотрите, что творится. Там 50 количество бездомных в городе Лос-Анджелес увеличилось ровно на 50%. Это их же статистика, то есть статистика штата Калифорния. Дальше количество наркоманов, количество людей, количество смертей от наркотиков также увеличивается в геометрической прогрессии. Ну мы все прекрасно, я не знаю, по крайней мере, те, которые следят за новостями, вы видите, что происходит в штате, в смысле, в городе Сан-Франциско, что происходит в городе Лос-Анджелес, то есть, сами понимаете, причем ко всему этому несчастью, там сейчас будет увеличиваться количество нелегалов, поэтому, ну, что я могу сказать, добро пожаловать в штат демократов, и точно так же вы можете посмотреть, что происходит в штате Олеган, город Портленд, опять же, там количество бездомных растет с геометрической прогрессией, работ практически нет, налоги зашкаливают, вернее, не налоги, а цены зашкаливают, ну, возьмите штат Нью-Йорк, вот вам еще один демократический штат, то есть, я это все говорю к тому, чтобы люди понимали разницу между тем, как ведут дела демократы, как ведут дела республиканцы, и где, как расставляются приоритеты в стане республиканцев, в стане демократов, это, опять же, сравнение по штатам. Теперь следующий, следующую тему, которую я хотел бы обсудить, это сейчас очень модно, причем, я это слышу, ну, со всех утюгов, где бы вы ни находились, везде говорят и кричат, бьют себя кулаками в грудь, что, кстати, на фейсбук тоже появилось, вот буквально в перерыве между моими сегментами, я просмотрел фейсбук, появилась статья о том, что Трамп, если бы он избирался сегодня, он бы проиграл. Ну, вы понимаете, да, к чему это клонится, он все считает, что вот Джо Пайден там что-то на 15 процентов или на 15 пунктов опережает нашего президента по якобы опросам. причем самое интересное, что никто эти опросы не публикует и никто эти опросы не объясняет, то есть, как они были сделаны, кто был опрошен и так далее. Так вот, интересная вещь, которую подметил есть такой ведущий на радио W ABC, его зовут Крис Плент, те, которые меня достаточно долго слушают, знают, что я этого человека очень уважаю, он абсолютно честный, порядочный человек в том смысле, что он называет вещи своими именами, но так вот, сегодня он подал интересный материал о том, как формируется мнение населения и почему в принципе Трамп настолько спокоен и почему Байден настолько спокоен, зная, что он якобы выигрывает у Трампа и так далее. Значит, мнение формируется опять же, это из слов человека по имени Джан Подеста, это человек, который управлял избирательной компанией Хиллари Клинтон и вот он уже после того, как Хиллари проиграла, он написал несколько книг за эти вот пару лет и в одной из этих книг он дал четко разложил по полочкам, как формируется мнение общественности. А делается это так. Вот вам говорят, что Джо Байден при таком-то опросе такой-то организации ведет на 15 пунктов выигрывает у Трампа. Но нам никто не говорит о том, кто был опрошен. А вот Джан Подеста, он дает вот эту интересную информацию, что когда заказывают какой-то пол, это я говорю к тому, чтобы, дорогие мои, вы когда слушаете информацию о опросах, информацию о том, кто когда выигрывает и кто где побеждает, в каких штатах, в каких регионах, в каких округах, поймите, как это делается. Это из уст самого Джана Подеста, человека, который занимался выборной компанией Клинтон, Хиллари Клинтон. Значит, вот вам, допустим, компанией, какой-то, назовем ее, опросная компания ABC, и дает задание сделать опрос в мою пользу, допустим, да, вот я избираюсь. Значит, я, если я, допустим, член демократической партии, или я избираюсь от демократической партии, значит, я, эти люди, которые делают опрос, они опрашивают, допустим, возьмем из ста человек, они опрашивают шестьдесят два демократа, они опрашивают, допустим, двадцать пять либертарианцев, или так называемых независимых, и вот оставшиеся процентные отношения, то есть, они опрашивают республиканцев. Естественно, при таком раскладе распрошенных и допрошенных получается, что демократы намного идут впереди как республиканцев, так и независимых. Понимаете? То есть, вот так это делается в политике, вот так создается общественное мнение. И поэтому сейчас все те, которые не очень разбираются в политике, не очень понимают происходящее, не очень нет у них времени следить за тем, что происходит действительно на самом деле, вот это те люди, которые сейчас бегают прямо как ну вот курица с отрубленной головой и кричат вот посмотрите вы видите Джо Байден уже побеждает еще не успел баллотироваться а он уже побеждает Трампа если бы Трамп сегодня избирался он бы сегодня проиграл Джо Байдену который ведет 15 пунктов впереди Трампа и так далее дорогие мои друзья мы все знаем прекрасно что произошло со всеми этими опросами во время выборов 16 года в это время по данным опросников 16 года Хилари должна была бы победить ну как минимум 75 процентов может быть в лучшем случае на 25 процентов Трампа понимаете вот именно вот в это время перед выборами то есть она вела по всем показателям поэтому мы же с вами толковые ребята мы с вами не дадим себя обмануть мы с вами будем четко понимать что происходит как происходит и кому это нужно и поэтому если вам кто-то будет морочить голову о том что вот Трамп проигрывает Джо Байдену 15 пунктов или Трамп проигрывает Берни Сэндерс 13 пунктов и так далее одно из двух или ну даже нет смысла вступать в спор с этими людьми или же задайте им один простой вопрос какое количество каких представителей было опрошено самое интересное что никто вам не даст на это ответ почему потому что если вы проследите и это действительно так и когда начинаешь когда ты знаешь что искать ты уже начинаешь понимать что происходит то есть ведь действительно сегодня все те которые кричат что Трамп проигрывает Джо Байдену 15 процентов ни один человек или ни один репортер не говорит вам о том какое количество было опрошено демократов какое количество республиканцев и какое количество независимых поэтому не давайте себя обманывать спокойно голосуйте по-любому за того кому вы хотели бы отдать свой голос и вот когда будет подсчет голосов причем когда этот подсчет будет признан правдивым и без нарушений вот тогда мы действительно узнаем кто будет победителем до тех пор все эти опросники вся эта ерунда эта статистика это пустые слова и это формирование общественного мнения почему я все время говорю что это формирование общественного мнения потому что вот эта вся дезинформация специально направлена на то чтобы во-первых ну как говорится разоружить соперников демократов чтобы ну скажем так испортить настроение это может быть неправильная формулировка но тем не менее заставить их сомневаться в своем кандидате вот и все вот это вы должны запомнить все что происходит перед вами в средствах массовой информации вот эти все эксперты причем не важно это эксперты могут выступать и на факс ньюс потому что мне очень многие говорят ну слушай но это же на факс ньюс передали ребят вы поймите даже на факс ньюс причем самое интересное кстати насчет факс ньюс вот я вспомнил что я хотел сказать вы знаете такое ощущение как будто смотришь абсолютно два разных новостных канала вот когда я смотрю факс ньюс где-то с допустим с пяти утра до десяти утра и потом где-то с шести вечера и до десяти вечера это один новостной канал это канал который абсолютно дает правду который интервью рует абсолютно нормальных экспертов действительно правдивых экспертов которые что-то понимают которые не пропагандисты а вот когда я я сейчас даже честно перестал смотреть факс ньюс по воскрес по субботам воскресеньям почему потому что такое впечатление что знаете как говорится всякие вампиры вылазят ночью вот точно вы приглашают во-первых большинство выступающих на этом канале в субботу воскресенье если вы заметите это демократы и их эксперты это бывшие сотрудники обама администрейшн бывшие сотрудники клинтон администрации это бывшие так называемые полстеры или люди которые занимаются общественным опросом которые участвовали в выборах клинтон и так далее то есть настолько абсолютно меняется этот новостной канал поэтому вот мой вам совет если вас интересует причем вы понимаете что это рассчитано это тоже идет с определенным расчетом потому что люди которые действительно понимают что происходит и которые могут это осознать это люди которые работают которые тяжело работают а на выходные они отдыхают они пытаются отдохнуть от новостей так вот именно поэтому во время в субботу воскресенье выпускаются все вот эти вот говорящие головы которые называются экспертами которые вам дают данные абсолютно не имеющие никакого отношения с действительностью и ну вот так послушаешь думаешь действительно ну все хана Трампу ничего у него не получится и так далее поэтому самое главное дорогие мои я всегда призываю и буду призывать именно к тому чтобы вы внимательно слушали анализировали сами анализируйте вот читайте смотрите читайте больше чем один два три источника тогда вы сможете найти какое-то среднее число того что происходит а только потому что это подается на факс ньюс даже на факс ньюс это тоже не всегда правда все зависит от того кто выступает и кто является ведущим передачи в эту минуту потому что такие ведущие на факс ньюс как крис уоллес как шепард смет как нил кавудо это абсолютно продемократические ведущие которые ну если не продемократические хотя крис уоллес он именно продемократический а вот нил кавуру и шепард смет это просто невер трамперы которые абсолютно что бы ни произошло они просто против трампа ну вот примерно так происходит расклад сил теперь на этом я сегмент этот заканчиваю мы сейчас уйдем на рекламную паузу и после этого вернемся и у нас будет время обсудить еще одну тему пока что оставайтесь с нами ну а дорогие друзья мы возвращаемся в последний сегмент нашей передачи нашего неполиткорректного ток-шоу так что устраивайтесь поудобнее сейчас немножко обсудим ситуацию на границе но для моего радиослушателя уважаемого который позвонил и задал вопрос есть ли какая-то статистика того сколько переехало в штат техас какое количество людей переехало за последнее время так вот молодой человек пожалуйста послушайте внимательно значит это то что я успел накопать вот за время рекламы значит только в дэлос форт уэрс и сейчас вам скажу дэлос форт уэрс и еще один город честно забыл но это не это не остин короче три города в штате техас получили сто сорок восемь тысяч новых жителей за последние два года с шестнадцатого года а с тысяч с две тысячи шестого по две тысячи семнадцатый год вместе по всему штату учитывая там по графствам население увеличилось на пятьдесят семь и восемь десятых процента представляете на пятьдесят семь и восемь десятых процента вот вам статистика причем это статистика бюро вот этого сенсус бюро так что поверьте мне туда валит народ просто валом валом это один только штат опять же не забывайте что есть еще такие штаты как аризона флорида и теннесси вот эти три штата еще кроме техаса это те которые получают наибольшее количество жителей переехавших с разных то есть не поймите мне неправильно я не говорю что эти все люди переехали из штата или иной нет я говорю о том сколько людей едут вот в эти три штата по крайней мере в штат техас добрый вечер здравствуйте здравствуйте я думаю сейчас перед вами стоит компьютер вы в него пожалуйста не заглядывайте а просто так скажите какой сколько стоит пластин стоит в штате теннесси на машину без понятия ну приблизительно даже приблизительно зачем если у вас есть четкая цифра назовите четкая цифра 20 долларов 50 центов ну вот вот он нормально да да больше ничего сказать спасибо вам за эту информацию спасибо но перед тем что вы повесите трубку меня вы уже повесили вы знаете интересная вещь вы у меня спросили нормально я вам могу ответить да это нормально ненормально то что происходит у нас в штате вот это ненормально а то что плейсенс плейд стоит 26 долларов послушайте это абсолютно нормальная ситуация это происходит в том штате который не пытается нагнуть своих жителей этого штата поставить их неудобную позу ну а потом уже с ними как говорится что получится то получится понимаете просто у нас так интересно получилось что мы живя здесь мы уже вообще по-моему потеряли понятие того что нормально что ненормально а все это благодаря тому что в нашем штате вот такое правительство которое ну что ну вот оно просто ну имеет нас будем говорить так ну так оно и получается вот мало того что они нас имеют они же нам за это еще ничего и не дают вот знаете как говорится уже бы было ладно уже ну поймели ладно поймели ну дайте хоть конфетку какую-то я знаю дайте запить чем-то ну нет так не получается добрый день в эфире добрый день добрый анатолий вчера под камеры мэр нью-йорка деблазио да сказал такую фразу что трамп государственный преступник призн да причем ну и все точка не фактов ничего почему она это сказал да неужели это нельзя преследовать скажем со стороны адвокатов это нельзя я вам скажу почему вот это вот та так называемая лупхол которую правительство само себе придумало нельзя подвергать судебным процессом людей которые обсуждают публичные личности это закон к сожалению и ничего с этим сделать нельзя поэтому об этом говорит то есть то же самое повторяет нэнси билд блазио кстати уже джо байден тоже там потихонечку начинает он понимает что с его вот этим слепей натурой оно вряд ли куда-нибудь его приведет он уже тоже начинает где-то из-под кустов вякать по поводу трампа вот уже действительно чья корова мычала после 8 лет того что они сделали с этой страной уже лучше бы он молчал лучше бы он поехал куда-нибудь в теплые края и там я знаю напился и уснул нет туда же лезет так что поэтому к сожалению они говорят ну опять же вы понимаете вопрос стоит в чем кто его этого деблазио слышу слушает я не знаю вы слышали или нет он пытался устроить небольшой реалый в апстейт нью-йорк не в апстейт нью-йорк прошу прощения по-моему массачусетс куда он там уехал там вообще было человек 15 наверное приехало его послушать то есть его же люди которые проживают в штате нью-йорк они же его сами ненавидят хотя как они его выбрали это уже причем на второй срок но деблазио никто его не слушает он говорит ляпает а что ему остается делать он пока что еще не попал не набрал достаточно голосов даже попасть на сцену для дебатов это вот такой вот гавкалка вот такая вот знаете это та собака которая гавкает и кусается из-за угла потом быстренько под лавку чтобы ее не поймали вот но было бы это все неплохо если бы по с помощью деблазио уже было объявлено что нелегалы в штате нью-йорк будут получать драйверс лайсенс понимаете это вот это человек который называет трампа преступником изменником родины представляете это тот же человек который выступая объявил что все нелегалы в штате нью-йорк получат драйверс лайсенс причем мы же все прекрасно понимаем с какой целью это делается причем у меня вопрос другой у меня вопрос чисто такой с юридической точки зрения насколько я понимаю как страховой агент для того чтобы купить страховку нужно иметь social security если человек сюда приехал нелегально ну хорошо ладно права он получил машину купил а вот как он ее собирается страховать эту машину или он не собирается ее страховать а просто будет давить людей в пьяном угаре напившись будет ехать и просто косить людей и что и после всего этого ему дадут я вам рассказывал по моему если я не ошибаюсь в прошлую пятницу или в четверг ситуацию где в Калифорнии один из нелегалов превысив уровень опьянения ровно почти в три раза на машине врезался в мобилхом одной семьи убил насмерть троих людей мужа жену и ребенка насмерть после этого пытался свалить с места происшествия причем у него еще в машине был пистолет пытался свалить с места происшествия его догнали поймали жители этого вот мобил парка дали ему оторваться так что на нем живого места не было сдали его полиции полиция его привела в суд арестовала официально сыграли пальчики все как положено привели его в суд суд ему дал 300 тысяч бейл это по 100 тысяч на каждого человека вы понимаете у нас тут в штате Иллиной я просто к сожалению знаю по опыту своего товарища за убийство дают дали давали бейл миллион миллион за убийство одного человека здесь он убил троих ему дали 300 тысяч это значит что все что ему нужно было сделать заплатить 30 как вы думаете судья который его отпускал под залог он не знал что никогда в жизни он больше этого человека в Америке не увидит этого он не знал отпуская его конечно же знал слава богу что у него была вот эта ситуация с пистолетом а пистолет это уже федеральное это уже не просто криминал типа локальный а это уже это уже федеральное нарушение закона это владея владение оружием будучи нелегальным в нашей стране и вот тут же поехали арестовывать федералы и когда они врывались к нему в дом он в это время уже запаковал свои вещи запаковал 12 тысяч кеш запаковал 24 сотовых телефона и 4 паспорта на разные имена вот как вы думаете вот этот человек который убил троих человек на повал и его судья выпускает за 300 тысяч вот вам штат Калифорния вот вам законы штата Калифорния понимаете и вот этот деблазио дебил этот вот он гордится тем кстати штат Калифорния точно так же гордится тем что они приняли закон о том что нелегалы имеют право получить драйвеж лайсенс вот скажите мне пожалуйста а вас не интересует то что эти нелегалы будут кататься на машинах будут давить ваших же жителей ваших штатов не имея страховки не имея ни копейки за душой они будут разъезжать по вашему штату на своих автомобилях нарушать правила и вы ничего с ними не сделаете вот это у меня вопрос к дебилу деблазио и к гевану нюсом к губернатору штата Калифорния чем вы гордитесь и за что вы боретесь за что вот это просто ну что я могу сказать я этого никогда в жизни не понимал и не пойму зачем нелегалам нужно выдавать что за необходимость выдавать драйвер лайсенсы и я бы этого и не понял если бы я не знал что когда оформляешь water registration или когда регистрируешься как человек пытающийся зарегистрировать свой голос все что у тебя спрашивают это номер твоего драйвер лайсенса понимаете вот и все и этот человек теперь имея драйвер лайсенс просто становится обыкновенным жителем нашей страны по всем признакам кроме того что нам говорят ну он же не получает легального статуса а зачем ему легальный статус зачем ему нужно элементарно получить свои пособия ему нужно элементарно получить возможность водить машину не боясь что его остановят за неимением прав и все больше его ничего не интересует а самое интересное то что дорогие мои вы считаете действительно что вот эти люди пойдут голосовать на участки на официальные пойдут рисковать своим здоровьем своей свободой своим нахождением в стране они пойдут на избирательные участки сомневаясь понимаете вот что я не могу признать и то что я во что я не могу поверить то что они здесь оставляют в надежде получить эти голоса и это я понимаю но я точно так же понимаю что эти люди никогда не придут в суд на повестку по прослушиванию их дело об убежище это люди которые не появятся ни на каких голосованиях если их только не приедут с пистолетами с этими с автоматами не соберут всех в один автобус загонят куда-нибудь на участок и заставят проголосовать понимаете то есть это не те люди которые собираются здесь жить так как живем здесь с вами мы то есть легализоваться пустить какие-то корни здесь сделать что-то доброе для этой страны нет у этих людей это даже в мыслях нет все что этим людям нужно им нужно сюда попасть и как-то здесь задержаться все а все остальное это уже как говорится извини подвинься вот поэтому когда мне кто-то говорит что вот там Билди Блазиот сказал это а Гевен Нусом сказал это еще какой-то там Нэнси Полоси Чак Шумер вы понимаете что это абсолютно ну просто галиматья абсолютно галиматья поэтому все эти слова все эти утверждения яйца выеденного не стоит и просто жалко тех людей которые живут здесь и еще не знают о том что им грозит просто вот честно смертельная опасность от вот этих нелегалов потому что им я имею ввиду нелегалам абсолютно фиолетово что произойдет с вами с вашими детьми с вашими родственниками им абсолютно они об этом даже не думают вот а наши уважаемые в кавычках господа демократы борясь за свое место под солнцем борясь за свой карман вот пытаются раздать наши жить они же не свои деньги раздают когда они говорят о репарациях они раздают наши деньги свои деньги поверьте мне они копейки до пол доллара не достанут со своего счета или не вытащат из своего кармана 50 центов чтобы дать вот эти репарации черным не 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 это ваши бабки поделят попилят и вместо того чтобы эти деньги потратить действительно на тех же бездомных которые находятся в лос-анджелесе в орегоне в сан-франциско чтобы потратить деньги на обучение детей нуждающихся семей не это нас это зачем с них ну чё с них поимеешь ну ничего они уже отработанный материал нам нужна свежая как говорится кровь а свежая кровь это единственная поступление нелегалов в эту страну ну вот в оставшиеся несколько минут я бы вам хотел рассказать одну очень такую весомую приятную новость значит выступила вы знаете все что от нас на юг следующая страна это Мексика а от Мексики это страна под названием Гватемала ну и там уже идет Сальвадор и Гондурас так вот когда с тех пор как Трамп договорился с мексиканским правительством о выдвижении шести тысяч солдат национальной гвардии на границу с Гватемалой и те побожились поклялись что они закроют эту границу полностью на замок ни одна как говорится собака эту границу не перейдет вот тут Гватемала поняла что дело швахта почему потому что вот эти все из Гондураса из Эль Салвадора они то идут в Мексику через Гватемалу а потом дальше в Соединенные Штаты Америки а если они никуда не пройдут мексиканскую границу они что с ними будет они осядут в Гватемале и вот тут Гватемала поняла что с Трампом лучше договариваться чем с ним играться в игрушки и вот сейчас они уже правительство Гватемалы уже предложило правительству Трампа сделать так чтобы вот эти все которые идут через Гватемалу то есть Гондурас и Эл Салвадор чтобы Гватемала закроет границы свою южную границу и единственное что они просят это денежную помощь то есть лучше худой мир чем хорошая война и вот смотрите теперь пожалуйста проанализируйте действия Трампа о котором все кричали он он такой он идиот он ничего не добьется он только добьется того что мы поругаемся с Мексикой что мы там авокадо подорожают и это все подорожает а вот смотрите как интересно оказывается вот эти все эксперты так называемые которые в конце фактически ничего не знают вообще ничего у них даже нет способности анализировать просто нет элементарной способности анализировать оказывается что не только Трамп правильно поступил по отношению к Мексике заставив их выполнять он их не заставил батрачить на себя он их просто заставил выполнять свои обязанности свои так вот теперь тем что будет закрыта южная граница Мексики и теперь вот этим караваном некуда будет идти то есть через Мексику их никто не пропустит вот теперь закрывая границу с Мексикой оказывается еще Гватемала предложила дайте нам денег помогите нам финансово и мы закроем нашу границу с Эль-Салвадором и с Гондурасом вот так работает гений Трампа а все остальные которые кричат что вот он не понимает он он не политик он вообще непонятно что он преступник вот вам результат его преступности его в кавычках преступной деятельности и так далее то есть единственное что я могу сказать абсолютно искренне и от чистого сердца спасибо президенту Трампу за то что хоть он как-то заботится о своих гражданах скажем так о жителях своей страны потому что больше кроме него никто вообще включая некоторых республиканцев и конечно же тем более демократов никого мы не интересуем и наше благополучие это чистая разменная монета среди демократов и нашей страной поэтому дорогие друзья перед тем как хулить Трампа перед тем как говорить о том что он ничего не делает что он не пытается что он не знает чем что он делает что он такой сякой и так далее перестаньте слушать вот этих дебилов которые просто гнут свою линию я вас очень прошу думайте думайте своими мозгами решайте своими знаниями читайте ищите находите но самое главное думайте если вам кто-то будет давить на вас своим якобы образованием или своим глубочайшими экспертными познаниями или еще какой-то абсолютной ерундой которая ничего ровным счетом ничего не значит почему потому что все их слова не стоят полуцента потому что они ни на что не влияют они просто существуют для самоудовлетворения и для своего собственного эгоцентризма вот это единственное что добиваются эти так называемые эксперты эти экономисты эти ну в общем все которые себя называют экспертами которые просто гнут партийную линию демократов а еще хуже гнут партийную линию невертрамперов это еще хуже потому что по крайней мере демократы те заботятся о своей собственной идеологии о своей собственной а вот невертрамперы люди которые считают что они знают лучше трампа как делать и что делать что они знают лучше экономику что они понимают разбираются лучше в маркет аналл и так далее ребята выеденного яйца их слова не стоят потому что они ни перед чем не отвечают вот они бросаются словами на ветер но за это ведь ничем не отвечает ни своей репутацией ни своей совестью ни своими знаниями ничем они просто чисто занимаются трипологией и ненавидят человека который пытается что-то сделать для этой страны вот поэтому я вас всегда призывал и сейчас призываю дорогие мои вас не устраивает что я вам говорю я пожалуйста читайте но читайте не только по крайней мере один си н н смотрите или одну вашингтон пост или одну нью-йорк таймс читайте разные источники анализируйте сами нет у нас дураков но очень мало по крайней мере а в основном ребята вы все думающие люди поэтому спасибо вам огромное за внимание следите за событиями ну и на сегодняшний день всем хорошего вечера спокойной ночи и услышимся завтра будьте здоровы молодые многообещающие и вот эта самая ошибка она закончилась в такой вот вспоминаете